Сегодня у нас никакой ракетной науки не будет. Лекция простая. Обсудим, как писать на питоне хорошо с использованием встроенных коллекций и коллекций из модуля Collections. На мой взгляд, это такая часть, которая не стандартизована. То есть вот PEP8 вы можете почитать и понять, как, в общем, как вам там пробелы расставить, где там кавычки нужны, переносы, еще что-нибудь. Но вот есть еще одна составляющая в языке, это как писать идиоматично. То есть вот есть, например, есть в Collections какой-то класс, который вашу проблему решает в однострочке, а вы написали там, то, в общем, это не идиоматично. Сегодня обсудим, как писать меньше и делать больше. Так, для начала вспомним, что мы уже знаем. Мы с вами обсуждали встроенные коллекции, ну так бегло обсудили, что есть кортеж, список, множество хэшсет, дикт, хэшмэп. Для них есть литералы, для них есть соответствующие конструкторы. Ну вот списки и кортежи можно еще через умножение. Конструировать. Все это мы вроде бы видели. Мы знаем, что операции над коллекциями делаются очень похожим образом. У нас есть длина или размер коллекции. Можно проверить наличие элементов коллекции через in-not-int. Можно оттуда что-то удалить. Ну, например, по индексу или по ключу, если коллекция изменяемая. Сказалось бы, тема раскрыта, и вы уже успешно написали 4, 4 или 4 домашних заданий. Ну, на самом деле тут еще есть что обсудить, чем мы сейчас займемся. Будем разбирать все по порядку, начнем с кортежа. Значит, кортеж, неизменяемая коллекция, используется для представления разнородных данных. Ну вот, например, если у нас есть точка, то это естественным образом кортеж. Чтобы задать кортеж по-хорошему, можно писать скобки, то есть в данном случае у date справа мы можем написать скобки, и у x, y слева тоже можем написать скобки. Но вот на мой взгляд, можно не писать. То есть если можно их… Если и без этого работает, то, в общем, никакой неоднозначности для глаз, ну, в данном случае нет. Единственное исключение из правила про скобки и кортежи, когда у вас один элемент. Ну, во-первых, если вы напишите… Это то, что мы уже обсуждали. Если вы напишите вот так вот, то это не кортеж. К сожалению, поэтому в питоне часто можно увидеть там x за питой. Выглядит страшно, но тем не менее по-другому никак. Так вот, поэтому, если у вас одноэлементный кортеж, будьте так добры, поставьте скобочки, чтобы читатель не удивился, что вот здесь, например, внезапно вот это вот кортеж, а не 42. Можно использовать распаковку слева, поэтому, в принципе, слева тоже можно поставить запятую после переменной, и это будет соответствовать распаковке одноэлементного кортежа. Читается это сложно, заметить маленькую запятую рядом с большим x сложно, поэтому, опять же, я рекомендую явно обозначить, что у вас там слева. Можно написать x запятая равно. Мне такой способ не нравится, потому что вообще эта конструкция довольно страшная. Альтернативный способ — это написать слева одноэлементный список. Ну, а здесь какое-то выражение. Это работает, никакого списка при этом не создается, просто вы достаете один элемент из вашей коллекции. Такой вот хак. Вопросы? Окей. Значит, кортежи у нас можно индексировать, можно в кортежах брать слайсы. Но так как кортежи по своей природе, ну, отличны от списков, то есть, например, в кортеж мы захотим положить разные данные. Здесь мы сделали кортеж для человека, положили туда имя, фамилию, дату рождения. Таким образом, индексы и слайсы в наш кортеж, они имеют какое-то значение. Ну, например, в данном случае первые два элемента кортежа — это имя человека, последние три — это дата его рождения. То есть, как бы слайсы у нас на самом деле именованные. Если вы видите себя в такой ситуации, то может быть удобно вспомнить про клевый трюк, который исключает магический индекс из вашего кода. Возьмите и назовите индекс. Или возьмите и назовите слайс переменной. Здесь это работает вот как. Есть специальный объект типа слайс в питоне, который можно просто взять и сделать, а потом передать в коллекцию. Мы создаем два слайса — name для первых двух и birthday. Если мы вызываем слайс с одним аргументом, это соответствует ровно вот такому синдексису. То есть указывает конечную границу, не включая. Если мы передаем больше аргументов, то первый аргумент — это начальный индекс, но все остальное, оно может быть none или не none. Если тут none, то это соответствует просто двоеточию. Мы не указали последнюю границу. Можно также передать шаг. Вот эта вот строчка понятна? То есть это такая не очень красивая, но полезная трансляция слайса вот просто в переменную. Теперь у нас есть две переменные. В коде мы можем писать не два двоеточия, а не двоеточия два. Вот писать person name. Выглядит как обращение к атрибуту, но на самом деле мы работаем с кортежем. Понятно, что такой же трюк можно обобщить не на слайсы, а на индексы. Если у вас какая-то компонента в кортеже имеет название, то можно просто этот индекс записать в переменную и писать не магическую константу, а переменную. Ну не переменную, а константу в данном случае. Понятно? Что еще раз? Вот здесь. Кстати, вообще тут не должен быть вывод, потому что мы сохранили значение переменную. Я думаю, что это опечатка. То есть когда мы записываем значение в переменную, у этого выражения нет значения. Дальше мы обсудим, как писать еще лучше, но вот это в целом такой неплохой вариант. Новый индекс — это просто какой-то кортеж создается? Нет, вот это вот просто явно объект слайс. Специального типа слайс. Нет, это я понял. В случае, если он индекс. В смысле? Ну не слайс, а… Просто индекс какой-то. Первый, третий, пятый. Нет, так работать не будет. Первый, третий, пятый не прокатит. Перегруппируйте свой кортеж, чтобы можно было слайсами. То есть можно написать слайс там с каким-нибудь хитрым шагом, но это уже, в общем, такая тонкая территория. Очень легко облажаться. Да, в общем, вот такой способ. Значит, следующий момент, который нас будет интересовать про кортежи, это как кортежи взаимодействуют с функцией reversed. Функция reversed мы тоже обсудили на первой паре. Она делает то, что обещает. Берет и что-то переворачивает. Ну вот можно передать туда кортеж. Получим некоторый специальный объект reversed, с которым мы ничего не можем сделать, кроме как по нему проитерироваться. Например, в цикле for. Или передать его в какую-то другую коллекцию. Например, сделать из него снова кортеж. Вот взяли, получили кортеж. Ну, можете поверить, что здесь опечатки нет. Действительно все повернется. Получим кортеж 3.2.1. То же самое можно получить с помощью слайса. И многие из вас пользуются таким трюком. Фишите слайс без указания начальной и конечной границ, но с шагом минус один. То есть вы начнете перечислять коллекцию с конца, и будете с минус один прыгать по ней до начала. Выглядит коротко. В ответ получаете кортеж. Вопрос вам вообще, зачем тогда reversed, если вот мы можем сэкономить символов и вот так вот все переворачивать. Для списка работает точно так же. Но это выглядит очень сложно. Не, но reversed, он, наверное, для всего, что итерируется, работает. На самом деле… Если нам нужно пройтись по ним, зачем создавать объект? Да. Значит, вот эта штука не дает вам достаточной гибкости. Она для всех коллекций, которые можно передать слайс, вернет вам копию коллекции. Ну, просто потому что слайс всегда возвращает копию. Кстати, не всегда, но для встроенных коллекций всегда. Так вот, reversed возвращает что-то непонятное. Более того, reversed специализирован для разных типов. Ну, например, у вас тип кортеж и тип список, они имеют длину. Поэтому пройтерировать с конца, очевидно как, начинаем с длины минус один и идем с индексом минус один. Поэтому можно делать это лениво. Так что да, reversed — это такой способ пройтерировать с конца и при этом не заплатить памятью. Если вам нужно просто в цикле for обойти что-то в обратном порядке, ну вот, не нужно делать два двоеточия минус один. В качестве бонуса reverse также работает для range. Мы, наверное, обсуждали, что в range, в принципе, можно передать тоже отрицательный индекс. Ой, отрицательный шаг. У вас есть range, вы можете сказать, давайте там от 10 до минус единицы с шагом минус один. Вот это соответствует тому, что мы от 0 до 10 включая пройдем. Вот в обратном порядке. Выглядит страшно. Мне всегда не нравилась эта запись, потому что, ну, вот здесь можно вообще написать 0. И тогда, в общем, мы потеряем нолик. В общем, очень просто ошибиться. Длиннее чуть-чуть, но, на мой взгляд, понятнее, если вы скажете reversed, а сюда передадите то, что вы на самом деле хотите обойти, range от 10. Ну и в данном случае тоже. Мы ничего не будем копировать, никаких промежуточных списков. Просто обойдем range в обратном порядке, потому что reversed позволяет специализировать поведение для конкретного типа. Почему 11? Мы идем от 10. Да, да, от 11. Мне еще, кстати, нравится вот так писать. Так как range у нас исключает, ну, вот эта граница не включая, то если вы напишите 11, то тяжело понимать там… Короче, надо думать прям, что эта граница не включая. Если вы напишите 10 плюс 1, компилятор не сломается, вот это вот дело схлопнуть в константу 11 человеку приятно. Создает, если это произвольный итератор. Если его аргумент произвольный итератор, у которого нет длины. А range 10 плюс 1 делает что? Range 10 плюс 1, ну в смысле он делает range до 10 включая. Потому что на самом деле это range 11, не включая. А плюс 1 к чему относится? В смысле? Чтобы понимать явно то, что до 10 скобочек. Нет, нет, тут нет скобочки. 10 плюс 1. Ну это такой, в общем, лайфхак. Может быть, вы сразу пишете все правильно и вам… Ну они закрываются, но нам это не мешает. Я знаю, да. Нет, я не дорожный, я просто забыл. Но это же не страшно, вы понимаете, о чем я говорю? Ну окей. Да, такой тест я бы не сдал. Ой, не принял, точнее. Да. Окей, значит, следующий момент про кортежи. Кортежи можно конкатинировать. Многие из вас поклонники конкатинации, наверное, им будет интересно услышать, как это работает с кортежами. Ну, в общем, ничего удивительного, кортежи копируется. Потому что ничего другого мы сделать не можем. Они неизменяемые. Просто берем и честно копируем оба кортежи. Вот у нас есть 1, 2 и 3. Функция ID нам вернет уникальный идентификатор для объекта. Ну фактически это просто его адрес в памяти. Ну вот ID. Можем посмотреть на наши оригинальные кортежи, посмотреть на адрес конкатинации. Ну вот конкатинация где-то в другом месте лежит. Это совершенно другой объект. В общем, тут ничего неожиданного. Последний, наверное, тоже тривиальный момент. Что кортежи можно сортировать. И сортируются они лексикографически. То есть как строки вы сортируете, так же можно поэлементам сортировать кортежи. Кто не знает, как работает лексикографический порядок. Тут какое-то длинное описание. Оно, в общем, как бы поясняет, что происходит. Но лучше думать о том, что кортеж — это как будто бы строка, и дальше все само получается. Некоторые типы в питоне несравнимы. Тогда будет ошибка. То есть, например, не знаю, нельзя сравнить вот такой кортеж. Потому что, ну, none — это не int, и как бы непонятно, как none с int сравнивать. То есть да, если объект несравним, то будет ошибка. Но тут это вроде бы естественное поведение. Если типы у нас одни и те же, то, скорее всего, объекты одного типа друг с другом сравнимы, и все будет нормально. Ну, int — это уж точно сравнимы. Окей, так вот. Мы тут говорили о том, как бы нам кортежами поудобнее пользоваться, чтобы не писать лишние индексы. Значит, ультимативный ответ на этот вопрос — name tuple. Name tuple — это именованный кортеж. То есть это такой кортеж, где у каждого индекса есть свое название. Как правило, ровно для этого вы кортежи хотите использовать. То есть вы можете каждому, в каждой компоненте дать человекочитаемое описание. Так вот, у нас тут все тот же кортеж person. Как его превратить в name tuple? Значит, мы передаем первый аргумент — это имя. Как бы имя класса. То есть на самом деле name tuple порождает класс, но вот для нас это выглядит так немного магически. Вот name tuple, говорим имя класса person. А дальше перечисляем. Можно списком, можно просто в одной строке через пробел, какие там будут поля. Мне нравится списком, потому что это понятно. Значит, вот у нас два поля — name и age. То есть у нас каждый экземпляр нашего кортежа person — это будет кортеж из двух элементов, где первое поле доступное по имени name, второе — по имени age. Собственно, дальше все работает так, как вы ожидали бы от классов. Но, наверное, вы классы видели. Можно сделать экземпляр класса. Вот передаем. Можем передать позиционными аргументами значения, можем передать именованными аргументами. Все, в общем, как в вызове функций, так же мы и экземпляр класса делаем. Пока понятно? Тут есть один нюанс. В принципе, никто не заставляет вас называть результат функции name tuple так же, как вы написали вот здесь. Сможен написать там x равно name tuple person, ну и так далее. То есть интерпретатор за вас это не проверит, но коллеги вас побьют, если это будет не так. Так что, в общем, следите за собой. Хорошо, когда эти штуки совпадают. На самом деле, если указать тут разные имена, будут еще некоторые проблемы, но нам еще их не понять. А зачем вы добавили это поле? Вот это поле? Потому что у интерпретатора в момент вызова этой функции нет способа узнать, куда мы пишем результат. Ну, а человеку приятно, когда мы можем создать person, и потом там везде будет person. Ну, потому что функция name tuple автоматически нам генерит вот такое строковое представление, где вот эта строчка — это то, что мы передали вот сюда. То есть довольно странно, если там будет что-то другое, а человеку пользователь удивится. Так вот, у объектов name tuple есть некоторое количество специальных методов и полей, но первое поле — это fields. Можно просто понять, как у нас называются поля в нашем кортеже. Следующий, это уже метод, asDict, можно превратить наш кортеж в dict, потому что мы для каждого поля знаем имя и знаем значение. Ну, давайте сделаем dict. Почему бы и нет? И еще один полезный метод называется replace. Replace позволяет вам сделать то, что называется functional update. То есть мы берем наш неизменяемый кортеж, заменяем некоторое количество полей на новое значение, получаем новый кортеж. При этом старый кортеж, понятное дело, не изменился, потому что он неизменяемый. Ну, вот здесь мы взяли, заменили имя на build. Получили новый экземпляр класса person, у него теперь в имени build. Ну, а age осталось таким же, как и было. То есть мы можем таким образом взять и подменить часть, часть компонент нашего кортежа. Понятно, зачем это? А это какая-то магия? Вот это? Это черная магия. Это написано на питоне, но там, в общем, ад и черти. Вы можете просто зайти в исходники и посмотреть. Там встывал, строчки, в общем, все плохо, но это работает. Да. Из словаря. Из словаря. Можно сюда словарь распаковать, все будет нормально. Но это как бы вызов функции, то же самое. Если есть словарь, я хочу снова name tuple сделать. Можно? В смысле, если есть словарь с какими-то ключами и какими-то значениями, мы хотим сделать name tuple, у которой будут поля, как ключи у словаря. Ну, можно сюда передать keys, и все будет нормально. Мы автоматически, ну, то есть name tuple генерирует такую, как бы… Да, вот, name tuple – это фабрика класса. То есть она делает класс person в данном случае. Кому понятно, когда нужно пользоваться name tuple? Давайте. Ваши версии. Базу данных. Еще варианты? Ну, почему? Ну, а почему нам не подойдет обычный кортеж для этого? Берем, создаем. И очень разные… Повышаем читающие работы. Нет, ну вот эта штука, она делает там как бы конструктор этих кортежей. То есть это не то, что у нас один кортеж, и мы под него завели такой класс. Может, там replace хитро работает? Нет, replace работает нормально. В плане он там не создает ничего нового еще? Он создает. Replace возвращает новый кортеж, у которого часть полей мы подменили. Тогда, наверное, просто читаем. Как совершенно удобно, если у нас такое большое состояние таймирует, что-то там скажем, что-то такое. Можно удобно посмотреть про каждый элемент, чем он является, чем он является, чем мы будем скидать разными. То есть один person, другой будет там спиджинг, другой. Ага. Как что-то так бывает. Ну, типа того, на самом деле, да. Так вот, правильный ответ был всегда. То есть я не знаю, почему вы сразу это не сказали. Так вот, почему всегда? Потому что, это мы уже обсуждали частично на первой лекции, потому что кортеж хорош, когда вы можете, ну, для таких данных сильно структурированных. То есть это как, ну, вот как стракт у вас, не знаю, в сях. То есть всегда, когда вы можете использовать кортеж, нужно использовать именованный кортеж, потому что иначе вам не нужен кортеж. Если у вас какой-то очень большой кортеж, вам нужен список. Несмотря на то, что он изменяемый, ну, в общем. Вот. То есть если вам нужен кортеж, берете name-tuple, называете поля, и вы счастливы. Если вы не можете назвать поля, вам не нужен кортеж. Вот примерно такая логика. Можно смотреть name-tuple как на такие легковесные классы. Мы с вами классы не обсуждали, но вот этот способ делать такие, объявлять классы с фиксированным набором полей, которые мы потом можем вот так вот работать с ними, обращаться по атрибутам и изменять, создавая копию. Вот тут есть небольшой минус. То есть name-tuple – это все еще кортеж. Поэтому абсолютно все сказанное про кортеж и релевантно про name-tuple. Можно там, не знаю, можно конкретенацию их построить. Никого смысла иметь не будет, но этот результат будет кортеж. Это неприятно. Можно итерироваться, кстати, по нему, так как это кортеж. Да? Что еще разок? Это мы еще обсудим. Вот этот дикт пока мы не обсуждали, но он дальше. Еще один вопрос, товарищи, вот тут у нас у атрибута fields и у метода fastDictReplay зачем-то подчеркивание. Выглядит страшно. Зачем? Нет. Нет. Ну, то есть обычно то, что начиная с подчеркивания, это какой-то внутренний метод в питоне, который, если вы используете, сами себе… Да, это сделано, чтобы, в общем, не конфликтовать с полями. Ну, захочется вам какое-нибудь поле fields в своем name-tuple. Ну, вот используйте. Ну, а если уж вам захочется подчеркивание fields, то я думаю, что будет ошибка, но там есть как с этим побороться. Да, в общем, подчеркивание, чтобы, в общем, минимизировать конфликт с возможными сценариями использования. Вот такая история. На мой взгляд, name-tuple вообще то, что нужно использовать в первую очередь, если у вас там, не знаю, какое-нибудь дерево бинарное, ну, вот вам name-tuple для листа, name-tuple для узла. Не знаю, какие еще примеры были. Там студент-ученик, вот вам два еще name-tuple у каждого там по имени, у кого-то там, не знаю, занятия, еще что-нибудь. То есть, как легковесные классы, это отличная вещь. Так, вопросы про name-tuple. Окей. Да, на этом про кортежи все. Надеюсь, что про name-tuple вы запомните и будете ими пользоваться. Теперь обсудим список. Значит, что мы обсуждали про списки? Обсуждали, что списки можно удобно и быстро делать, с помощью умножения. То есть такое размножение элементов в списке. Ну, вот есть у нас указывать… Делать это вот, как пишем одноэлементный список, умножить на столько-то, и он умножается. Засунуть внутрь можно вообще все, что угодно. Но вот не только нолик. Взяли там строку засунули, получили две строки. Можно таким образом объявлять, ну, там матрицы или, не знаю, тензоры, что вы хотите. Ну, вот у нас матрица 2 на 1. Сказали, вот у нас такая строчечка. Умножили на 2, получили матрицу, где две строки, в каждой по одному элементу. Но вот незадача. Если мы теперь попытаемся изменить элемент нашей матрицы, то изменим нечаянно все. В чем проблема и как ее решить? А почему? Что еще за… Вот да, а как именно связано? Как описать проблему? А если мы напишем лист? От чего лист? От того, что… Короче, между квадратами. Лист от нуля. Нет, лист от списка. Давайте я напишу, чтобы я понимал, о чем вы… Вы предлагаете вот такую версию. Нет. Нет. И вот тут еще закрывает и умножит на 2. Вот так. Значит, приятная новость в том, что лист не нужен, потому что тут уже есть литералы в списках. То есть это работает абсолютно точно так же, потому что… Ну мы скопируем внутренний список. Смотрите, значит, проблема следующая. Вы ее, видимо, понимаете, но почему-то не говорите. Проблема в том, что при таком синтаксисе мы копируем ссылку на объект, который мы размножаем. Если наш объект неизменяемый, то ну и плевать. То есть вот int, очевидно, неизменяемые. Можем копировать ссылку сколько угодно. Строки тоже неизменяем, поэтому таким образом строки размножить… Точнее, размножить список со строкой тоже хорошо. Но вот если внутри что-то изменяемое, типа списка, то все плохо, потому что физически первый и второй элемент указывает на один и тот же список из одного элемента с нулем внутри. Ну, это понятно? Ну да как правильно-то? Какие версии? Вот хотим мы сделать матрицу. Популярно. Нужно матрицу делать иногда. Генератор списка, а еще как? For. For — неправильный ответ, потому что есть генератор списка. Генератор списка ближе к правде. Ну да, на самом деле нам нужно просто написать вот так. Вот это вот то, что у нас стоит внутри, а то, на что мы умножаем, стоит вот здесь. Все. Почему это работает? Потому что вот эта штука физически вызовется, как бы вот это выражение два раза вычислится, если здесь два. То есть для каждого индекса мы вычислим его и получим новый объект. То есть это будут совершенно разные объекты, а не скопированная ссылка. Ну вот. Есть ли вопросы про это? Все такая неприятная штука. Знаете, на собеседованиях по питону спрашивают. Ага, вот почему это не работает? Ну и на самом деле можно напороться ненароком в своем коде. У меня было точно несколько раз. Не делайте так. В общем, пишите генераторы списков. Не надо писать циклы for, потому что циклы for, ну в общем, просто длиннее. Они в генераторе списков, да. Так. Окей. Двигаемся дальше. Что мы еще про список знаем и что узнаем? Ну вот список к списку можно добавлять элементы. С помощью метода diapend. Это мы уже знаем. Некоторые из вас даже знают, что есть метод extant. Метод extant принимает, ну, на самом деле, iterable. Все, по чему можно итерироваться, их засовывает элементы в список. То есть как будто мы написали цикл for, а внутри делаем append. Ну вот можно передать туда хешсет. Не знаю зачем, но можно. Ну, это же хешсет в каком-то. Все примеры с хешсетом допускают такую оговорку. Да. Кроме того, что можно добавлять в конец, можно еще вставлять в произвольное место. Понятное дело, что на практике вы, скорее всего, так делать не будете, потому что это копирует часть списка. И вообще там проще, наверное, добавить в конец, а потом как-нибудь сортировать или что-нибудь такое. Но, тем не менее, метод insert есть. Вот он принимает индекс. Индекс может быть положительный, отрицательный. Все как всегда. Если он отрицательный, то тогда мы пойдем с конца списка. Да. Кроме того, интересный момент, что в списке можно засовывать другие последовательности. То есть у нас есть вот extent, и у нас есть… Он добавляет в конец какую-то последовательность. У нас есть insert, он добавляет один элемент в какое-то место списка. Ну вот есть как бы строгое обобщение. Когда вы пишете какой-то слайс, а справа у вас коллекция такой же длины, как и слайс. И вот это вот в список по указанному слайсу засунет элементы. Дьявольская вещь заключается в том, что слайс может содержать шаг, и в общем это можно наворотить так круто. Впечатлить всех. Ну, конечно, так делать не надо. Но сам синтаксис может быть полезен. Ну, мне он точно пригождался. Если вам как-то нужно осмысленно апдейтить куски списка, то вот эта штука его апдейтит in place. То есть берет там… Давайте перезапишем индексы, которые нам слайс говорит перезаписать. Да. Как-то так. Можно, например, этим же способом просто взять и перезаписать список. То есть если вы укажете здесь пустой слайс, ну, а слева, например, напишите там что-то, то вы замените все содержимое списка. Потому что вот по такому слайсу нужно засунуть такие элементы. Так а длина точно не может быть? Не обязательно. Я вот сейчас точно правила не помню. Вот такая штука работает. Вот надо попробовать. То есть это такая фича, которую не часто пользуешься. Она не особо описана. Но тем не менее, вот это точно работает. А когда тут слайс, мне кажется, что если он ограничен с двух сторон, то длина должна быть такой же. Если он с одной стороны открыт, со второй, то, наверное, можно как бы засунуть в конец. Надо проверить. Можете попробовать. Так. Понятно ли про extend, insert и вот со слайсами штучка? Значит, еще раз говорю, не злоупотребляйте ей, но полезно, в общем, знать про то, что так можно и увидеть, хорошо увидеть момент, где это прям ваш код сделает прекрасным. Это бывает нечасто. Так. Ну окей. Значит, списки, как и кортежи, можно конкатинировать. Понятное дело, что при этом мы копируем оба списка, как еще. Все тот же пример с id. Вот у нас два списка x и y. У них есть какой-то адрес, у конкатинации адрес другой. Но вот честно мы взяли, сделали новый список и туда скопировали элементы обоих списков. Кроме того, как вы знаете, как мы уже много раз обсуждали, списки можно конкатинировать с помощью плюс-равно. Как бы по смыслу выражение с плюс-равно работает, ну вот так. То есть вы в x записываете вызов extend. Примерно так. Extend, по-моему, ничего не возвращает, так что не совсем, но тем не менее. То есть вот здесь вот мы в x взяли, записали какой-то y, получили тот же список. Тот же он, сейчас посмотрим. Да, тот же. При этом понятно, что x мы не скопировали, иначе бы адрес изменился. Значит, всем, кто большой фанат плюс-равно, адресован вопрос. Давайте. Ничего не произойдет. А, ну, господа, тут как бы… Вопрос в том, что произойдет. Вот мы вызываем f. Если говорить ошибка, то какая? Ничего не произойдет. Ничего, нет. Он ничего не вернет, но как будет работать? xs увеличится, в смысле добавится элемент, да? Он объявится новым внутри тела функции, то есть после вызова f x из пустой список, правда? Нет, а почему нет? А зачем non-local? Значит, будет ошибка. Да, какая? А, ну, то, что вы xs равно xs плюс… Да, hint написан выше. Мы… На самом деле, такой невинный синтаксис плюс-равно все-таки означает, что нам хочется записать по имени слева от плюс-равно. Без non-local эта штука работать не будет. А если вы напишете append, который, в общем, делает то же самое, все работать будет. Конечно, это не убедит вас не использовать плюс-равно, но это моя очередная попытка. И не единственное. У меня есть еще один пример. Давайте на самом деле в интерпетаторе. Вот у нас есть какой-то список пустой. Что будет, когда я напишу вот так? Ошибка. Я соберусь с версией. Ошибка, потому что лист нельзя скомпетинировать с xs, да? Ну, со строкой, да. Пардон. Ага, еще вариант. Ну, будет список с четырьмя элементами. Почему? Ну, мы конкурируемся по строке. Да, вот, к сожалению, это работает. Я был очень удивлен. Я до конца надеялся, что будет ошибка, но вот нет. Как ошибка? Ну, должна была быть ошибка. Ну, вообще, синтаксически это что-то очень странное. Когда мы прибавляем… А? Вы, может, не знали, что у нас? В смысле? Нет, ну, в смысле. Когда мы вычисляем плюс-равно для списка, мы как бы должны… Ну, если мы попробуем такую фишку для кортажа, ничего не получится. А вот для списка работает. Потому что, да, потому что это extend. Extend готов принять все, почему мы можем проитерироваться. По строке мы можем итерироваться. Опять же, к сожалению, вот это отличная бага. Получим посимвольно разделенную нашу строку. Ну, в общем, это была моя вторая попытка. Окей. Двигаемся дальше. Значит, из списков можно удалять элементы. Мы тоже это уже затрагивали. Можно удалять с помощью оператора del. И как мы обсуждали, del может принимать либо индекс элемента, либо slice. То есть можно там взять и кусок из списка сразу удалить. Можно вообще все удалить, если указать slice двоеточие. Если нам нужно удалить один элемент и одновременно получить его значение, то есть метод pop. То есть до этого мы обсуждали, что метод pop — это как бы синоним для оператора del. Но вот нет, потому что оператор del ничего не возвращает. Его вообще нельзя написать справа от равно. А метод pop вернет нам то, что из списка вывалилось. При этом, если мы в pop индекс не укажем, то получим самый правый элемент, который будет удален, и нам его вернут. Если укажем, ну вот какой указали, такой и получим. Он будет удален из списка, и нам его вернут. Кроме этого, можно удалить из списка элемент по значению. Метод называется remove. В общем, тут, наверное, ничего неожиданного нет. Берем и удаляем. Я думаю, что если элемента нет, будет ошибка. Но что-то я вот сейчас не помню. Наверняка будет. Так. Ну и мы, конечно, не могли не поговорить про reverse, потому что reverse для списков тоже работает. Вот оно. Честно можем передать список. Получим некоторый ленивый объект, который перечисляет элементы в обратном порядке. По нему можем пройтись. Но кроме того, что можно использовать reverse, список также можно перевернуть in place, на месте. То есть вообще никаких дополнительных списков не выделяем. С помощью метода reverse. Да. Про reverse вот что я хотел подчеркнуть. Что так как reverse заменяет значение списка как бы внутри самого объекта, он ничего не возвращает. И это такой хороший подход к проектированию API. Если у вас происходят какие-то мутации, то не возвращайте список, а то люди могут ошибочно подумать, что вы как бы новыми возвращаете. Ну вот, такая мысль. Понятно? Списки также можно сортировать. Мы уже обсуждали функцию sorted, которая отсортирует все, что угодно и вернет вам это в виде списка. Ну вот она работает. В общем, в этом у вас нет сомнений. Вы уже и пользовались. Но кроме sorted есть еще метод sorted, который работает тоже in place. То есть возьмет он список in place, отсортирует. Вроде бы приятно, но и бонус очевиден. Вы никаких дополнительных списков не выделяете. Если вам просто нужно список отсортировать, то вызываем sorted. Кстати, вот в домашнем задании, которое мы обсуждали, где бы нам sorted пригодился? А sorted нигде. Давайте, наверное, вот про reverse. Где бы нам reverse пригодился? А вот, который мы обсудили. Там, где у нас на reduce вот это все. Compose, а еще. Да, в digits многие писали там вот list, reverse, ну потому что как бы reverse мы не обсуждали. Некоторые использовали и reverse, но тем не менее. Да, то есть там разумно было просто in place перевернуть список и его вернуть. Да, функция sorted и метод sorted принимают одинаковый набор ключевых аргументов. Их два. Первый аргумент — это ключ, по которому мы будем сортировать. Второй аргумент — это нужно ли сортировать по возрастанию или по убыванию. Ну, по умолчанию мы сортируем по возрастанию. Если мы скажем reverse равно true, то будем сортировать по убыванию. Что такое ключ? Наверное, вы тоже все понимаете. Просто то, что мы используем для сравнения. Если мы key не передадим, будем использовать. Как будто мы в ключ передали id, то есть используем сами элементы. Но можем использовать что-то другое. Вопрос вам. Сейчас я только с доски сотру. Вот представьте, что у нас есть список пар. Ну, пусть это будут координаты на плоскость. Хотим мы отсортировать этот список, ну, допустим, по возрастанию. Вот такой неинтересный список. Какой нужно передать ключ, чтобы отсортировать по возрастанию? Ну, в смысле, чтобы по первой… Короче, мы отсортируем по возрастанию по первой координате. Если она равна, то сортируем по второй тоже по возрастанию. Вот такое поведение мы хотим. Как нужно вызвать сот? Просто сот. А почему работает? На лексикографический что? Да. Это использует то, о чем мы сегодня поговорили. У нас кортежи сравниваются лексикографически, поэтому если просто вызовем сот, то у нас будет по возрастанию по первой компоненте и случай равенства по второй. Ой, сортировка стабильная. То есть, ну, в случае реверс тоже. Так, так вот, представь теперь, что мы хотим по первой компоненте по возрастанию, а по второй по убыванию. То есть, если первые равны, то по второй по убыванию. То есть, как? А, ну, лямб это… Лямб это x и как бы кортежи id x от нуля минус x от нуля. То есть, вы предлагаете переделать, как бы, да, наш кортеж? x от нуля, а здесь минус x от единицы. Может быть, реверс. Нет, реверс просто отсортирует по возрастанию все. Нет, имеется в виду, что лямб это x, реверс. Ой, нет, реверс не покатит, потому что мы хотим сравнивать второй элемент, только если первый одинаковый. То есть, для точек с одинаковой первой координатой там остальные должны быть упорядочены по второй координатой. Да, ну вот, можно добавить минус. Это, в общем, работает для чисел. А что, если там не числа? Ну, вот какие-то объекты, которые тоже можем сравнивать, но не числа. Ну, хотим ассортировать так же. У нас пара объектов. Ну, например, строки, да. То есть, минус уже не работает. Ну, вот нет. В смысле, никак. Ну, какие идеи? Что еще раз? Stack of the flow. Отлично. Нет, нет, нет. У нас ссортировка, она устойчивая. Да. Ну, вот мы же можем это использовать, два раза сортировать. Можем. А если я… вопрос вот какой. Что нужно передать в функции key? Что reverse? Что reverse? Нет, reverse, мы уже обсудили это. Так вот, опять же, мы хотим такой же трюк с минусом, но у нас объекты не числа. То есть, как бы у нас нет вот этого отрицания. Опять, повторю вопрос. Что передать в функции key, чтобы получить это поведение? Дважды это нужно дважды вызвать. А я говорю, что в key передать. Ну, ладно. В общем, мы в прошлый раз обсуждали модуль функ-тулс. Там есть такой подхак на эту тему. Называется cmp2key. Кто знает, что он делает? Да, мы даем ему компаратор. Компаратор в смысле, ну, вот всего. То есть, это такая функция, которая возвращает вам отрицательный int, если у вас меньше, нолик, если равно, и больше. Если больше, то положительный. Но вот если вы напишите такую функцию и возьмете из функ-тулс кmp2key, то можно ее туда передать. В общем, какую угодно логику наворотить, ее еще можно будет читать. То есть, для объектов, которые не отчисла, вот это единственное решение. А куда вы пришли? Что в кмп2key? В смысле, не надо. В ки нужно писать кmp2key от компаратора. То есть, это такая функция, которая принимает компаратор и возвращает ключ. Как она работает, мы пока понять не можем, потому что классы не обсуждали. Но она работает. Окей. Двигаемся дальше. Опять же, эта тема для вас не нова. Список в питоне можно использовать как стак, просто потому что у него есть append, добавляющий в конец элемент, и pop с конца снимающий элемент. Можно использовать как очередь. И многие из вас, как мы обсуждали, пробовали это делать. То есть, добавляем в конец, а с помощью pop 0 достаем из начала. Значит, вопрос, скорее всего, риторический, потому что наверняка вы помните, что pop 0 скопирует весь остальной список, и это не то, что мы хотим. Давайте теперь обсудим, как правильно было написать BFS в первом задании. Нужно было воспользоваться классом deck двухсторонней очереди из collections. Конечно, пользоваться ей было нельзя, но теперь можно. Deck, ну в общем, если вы пользовались двухсторонней очереди где-нибудь еще, то deck делает ровно то же самое. У вас есть добавление за константу в начало очереди, добавление за константу в конец очереди. То же самое с снять элементы с конца и снять элементы с начала работает за константу. Ну вот, единственная досада в том, что произвольный доступ работает за линию, но это, в общем, неизбежно. Вы от очереди, как правило, это и не хотите. Так вот, можно создать deck, передав туда элементы, которые нужно в очередь поместить. Инициализатор можно ничего не передавать. В общем, будет пустая очередь. Потом можно добавить что-нибудь слева. Ну вот видите, у нас нолик так хопа, слева добавился. Что-то работает. Можно добавить что-нибудь справа. Называется метод append как у списка. Ну вот добавим четверочку туда. Видим, четверочка появилась. Можно теперь с помощью операции pop left снять слева нолик, ну или используя pop снять справа четверочку, но этого мы не сделали. Ну и можно обратиться по индексу, но, как я уже сказал, работает этот за линию, поэтому вы этого не хотите. Вот такой класс. Так что теперь можете писать BFS и радоваться жизни. Почему они не сделали обращение за константой? Потому что, кстати, наверное, можно было сделать обращение за константой. Ну в общем и то, и то. Но тут просто двусвязный список с такими блоками внутри. Называется, ну unrolled list называется такая конструкция. Поэтому как такой у вас список, то сканим его. Так. Прикольная фишка deck, что можно сделать… То четверка с ним. А по времени это? Да, констант. Работает с обоих сторон. Ну в этом весь смысл. Иначе мы могли бы использовать… В смысле? Если бы мы использовали список pop left, то есть pop 0 бы работал за линию. Нет, я имею в виду, что… Ну нет, это зависит от приложения. Если вам нужно слева или справа снимать. Ну то есть если вам нужна очередь, то вам нужен pop left. В принципе, можно эту штуку использовать и как стак, если очень хочется. Нет, я имею в виду только 10 метров pop left. А он типа какой-то там с левой… А, я вот не помню, принимает он индекс или нет. Надо посмотреть. Но я никогда так не пользовался, потому что это, в общем, как правило, порочно. Почему нет дек? Потому что дек включает очередь естественным образом. Ну зачем? Зачем две вещи для одного и того же? Потому что почему нет три мэпа и три сета? Ну или sorted map. Так вот, прикольная фишка дек, что можно сказать, сколько там максимально может быть элементов. И очередь сама будет делать все, что надо. Ну вот делать с помощью аргумента max.lan. Передаем туда что-то, но здесь мы передаем два. И все лишние элементы будут естественным образом вываливаться слева или справа. Ну вот у нас тут очередь 1-2. Давайте мы справа добавим элемент слева. Слева добавим элемент 0. Понятное дело, что 2 теперь пора. Не уберется тут 0-1-2, поэтому справа 2 у нас вываливается, остается 0-1. Ну можем теперь добавить что-нибудь справа. Ту же двойку, которая только что вывалилась. Но теперь нолику придется уйти, нолик вывалится, но мы будем поддерживать указанный размер. Вот такая история. Я думаю, что нет. Ну то есть, а зачем? Если вам очень надо… Короче, как правило, когда мы хотим max.lan, мы не хотим выкнутые значения. Ну мне кажется. Так, да, на этом про дек все. Какие-нибудь вопросы? Ну то есть интерфейс у дек довольно простой. Преимущества по сравнению со списком, когда вам нужна очередь очевидны. Так что, наверное, все хорошо. Да, следующий пункт множество. Про множество мы уже знаем довольно много. Вон даже union написали. Теперь поговорим, почему свертка в union не нужна. Ну потому что у множества есть метод union, который принимает произвольное количество других множеств. Поэтому то, что мы там делали, можно было написать как set, скобочки union и передать туда args. И никакой свертки не надо. Даже работало бы, я думаю, побыстрее. Аналогичные методы есть для других операторов. Мы обсуждали только, что в них можно передавать один аргумент, но в самом деле можно передавать сколько хотите. В intersection, в difference все будет работать. Кроме того, можно проверить, перескается ли у вас одно множество с другим. И можно, в общем, продолжить аналогию с математическими операторами и проверить на включение. Вот у нас меньше или равно. Ну вот я справа нарисовал математический символ. Ну, в общем, если постараться, можно увидеть его меньше или равно. Ну, понятно, что есть аналогичные строгие операторы, есть оператор в другую сторону, который, в общем, тоже выглядит так же. На мой взгляд, это… да? Я не знаю. Я думаю, что… ну, в смысле, да. Нет, подождите. Вот у этой штуки понятно больше приоритет, потому что это битовая операция. Да, у сравнения, короче, самые низкие. Мы вычислим аргументы. Да. Я прослушал, вот в начале три множества объединяем через оператор. Там для каждой пары будут создаваться… Да, промежуточные списки. То есть тут есть еще как бы нюанс в том, что мы не будем создавать то есть промежуточные множества. Да. Вот такие операторы. На мой взгляд, они прикольнее, чем методы, потому что, ну, просто короче и в целом аналогия с математическими символами прослеживается. Так что я все-таки рекомендую, если вам надо что-то с множествами делать, то использовать операторы. Но для isDisjoint оператора нет. Вот он такой длинный. Да. Множество, понятное дело, можно обновлять. Мы пока видели только метод add и еще сегодня обсудили, что есть апдейт. Ну вот поговорим еще про апдейт. Апдейт принимает кучу всего. Все, что вам нужно множество засунуть, можете передать в апдейт. Произвольное количество других коллекций. Все их элементы в множестве появятся, если их еще нет, ну или не добавятся, если они уже есть. То есть метод апдейт тоже примет сколько надо, как и методы на предыдущем слайде. Понятное дело, что множество хочется не только добавлять элементы, но и удалять. Тут тоже, в общем, все довольно просто. Есть метод remove, который из множества элементы изымает. Ну вот нюанс метода remove, что если элемента там нет, то будет ошибка. Так что если вам плевать, есть там элемент или нет, то для вас метод discard. Метод discard говорит, ну вот если есть, то давай выкинем, а если нет, то ну и черт-то с ним. И не хотелось. Вот такая история. В Питоне опять же интерфейс коллекции довольно минималистичный. Никакой там кучи методов нет. Практически все, что есть, мы перечислили. Нюанс про множество, который мы тоже затрагивали, вот какой, что множество может содержать в себе только hashable элементы. В Питоне hashable, ну для стандартных коллекций правило следующее, что если коллекция изменяемая, то она unhashable. Ну понятное дело, потому что хэш у нее зависит от содержимого. Поэтому сделать множество множеств, ну вообще говоря, нельзя. То есть вот мы передадим сюда литералы множества set и set, получим ошибку, потому что ну как мы множество захэшируем, оно изменяемое. Ну вот для этого есть замороженное множество. Если вам нужно неизменяемое множество, то есть frozen set. Его интерфейс, в общем, абсолютно аналогичен set с точностью до операции изменений. То есть понятно, что если множество замороженное, в него ничего не добавить, ничего из него не удалить. В остальном, в общем, множество как множество. Может возникнуть вопрос, есть ли frozen dict? Нет. Frozen dictа нет. Только frozen set. Ну вот, тем не менее. Здесь называется update. Ну, потому что у списков extend прям длину удлиняет как бы его. Update может вообще не изменить размер, потому что там уже есть. Ну и add, то есть не append, а add, потому что мы не добавляем. Можем не добавить. Так, да, словарь. Значит, у словаря есть конструктор, который вам очень дорог, судя по домашним заданиям. Если вызывать конструктор без аргументов, то, в общем, если вы, точнее, вызываете конструктор без аргументов, бейте себя по рукам, потому что никакого преимущества вот такой формы по сравнению с литералами словаря нет. Но у конструктора есть полезный use case. Если вам нужно сделать словарь, где ключи — это строки, то можно просто передать их в качестве ключевых аргументов в dict. И получится, ну, в общем, получится, он вернет NQVARX, как будто бы. Вместо того, чтобы писать литералы словаря, там, кавычки вокруг каждого ключа. Вот такой вот короткий способ. Кроме того, конструктор можно использовать, чтобы скопировать словарь. Вот у нас есть словарь D, в котором один ключ — фу. Ну, вот берем и копируем. Нюанс-то следующий, что копирование это, ну, как говорят, неглубокое. То есть если у нас есть в качестве значений изменяемые объекты, например, там, другие словари или множество, все что угодно, мы в них не пойдем. Мы просто честно скопируем ссылки на эти значения, ну и вот вернем в качестве словаря. Да, эти две операции можно совмещать. Если вам хочется скопировать словарь и что-нибудь в него добавить, то вот можно передать словарь, который вы копируете первым аргументом, ну а через запятую указать то, что вы хотите добавить. Мне кажется, мы обсуждали, что в питоне 3.5 это уже не актуально, но у кого есть питон 3.5? Кстати, у некоторых из вас есть, судя по домашним заданиям. Да, еще один полезный метод у конструктора словаря, точнее статический метод. Он называется promkeys. Это когда вы знаете, какие у вас ключи будут в словаре и хотите сразу создать словарь, где вот такие-то ключи и значения для них указаны. Ну вот, например, если мы вызовем просто от списка ключей, получим словарь, где для всех ключей нам. Такое вот значение по умолчанию. Ничего нет. Можно там, не знаю, передать строку, то есть любой iterable объект, в том числе строку, и сказать, давайте нулем инициализируем. Почему бы и нет? Но метод promkeys не так прост, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вашему вниманию вопрос. Мы создаем словарь, где ключи у нас символы ABCD, значение это список, и то же самое пишем с помощью генератора словаря, который мы обсуждали. Ну, здесь, наверное, ошибка еще более очевидна. Да, мы вот все абсолютные ключи будут разделять один и тот же список. Наверное, это не то, что вы хотели. Поэтому будьте аккуратны с методом promkeys. Он хоть и полезен, но если у вас инициализатор, изменяемое значение, то он вам не нужен. Лучше не поленитесь, напишите генератор. Вот такая история. Значит, мы обсуждали, что у словаря есть проекции, можно посмотреть на его ключи, можно посмотреть на значения и на элементы. При этом словарь мы не копируем, а возвращаем, ну, специальное такое view. При этом keys — это такая коллекция, похожая на set. Это не совсем set, но часть методов она реализует. А values items — это просто какие-то, ну, просто какие-то коллекции. Произвольного доступа у нас там нет, но можно посчитать длину, можно проверить, есть ли у нас какое-то значение, например, ну или item, если мы захотим. Ну и все, пожалуй. Так, еще один нюанс, который я хотел обсудить, это словари и циклы. То есть, ну, по словарям можно итерироваться. Мы вас всех бьем по рукам за то, что вы пишете for k in d.keys, но вот keys не надо писать, но итерироваться-то все-таки надо иногда. Интересный вопрос, что происходит, когда мы словарь при этом меняем. Ну вот, как вы видите на слайде, происходит ошибка. Потому что, ну, словарь — это хэш-таблица, при удалении там могло, в общем, непонятно, что произойти. Да, поэтому вот такой способ не работает. И если вы хотите итерироваться по словарю и изменять его значение, изменение сработает, если вы хотите добавлять и удалять ключи, то нужно копировать. Копировать множество ключей словаря. Ну вот, например, вот так. Просто оборачиваем в сад, получаем новое множество, независимое от нашего словаря, и все будет хорошо. Эта мысль понятна? Многие тут пишут tuple, list и все такое. Мне кажется, set правильно писать, потому что все-таки ключи — это почти set. Но это дело вкуса, в общем. Так. Следующее, что я хотел обсудить, это метод get, который вам тоже знаком. Метод get в целом похож на оператор скобочки, но он позволяет нам предусмотреть ситуацию, когда в словаре нет значения. В данном случае у нас словарь с одним ключом фу. Если мы просто спросим ключгу, которого в словаре нет, то получим ошибку. Ну, а если мы готовы к тому, что ключа может не быть, то мы должны вызвать метод get и сказать, ну вот если ключа нет, то верни то, что там вторым аргументом. Ну, по умолчанию там none. Вопрос вам. Как бы зачем get, если можно вот так? Просто проверяем, есть ли в словаре ключик, если есть. Это первый аргумент. А еще какие-нибудь мысли? Этот аргумент мы вам всем рассказываем в домашних заданиях. Это обратный вопрос, но они связаны. Как еще? Что еще раз? Два раза прощения. Два раза. Ну да, действительно, get нам позволяет сделать один запрос в хеш-таблицу. Маловероятно, что вам потребуется что-то так оптимизировать, но вообще приятно делать один запрос вместо двух. Еще и, в общем, короче. То есть одни преимущества. Для чего не нужно использовать get? Это для проверки наличия ключа в словаре. То есть чтобы проверить, есть ли ключ, не нужно делать get и сравнивать с none или просто там как-то. Нужно воспользоваться оператором in или not in. Ну а для всего остального get, в общем, хорош. Так, есть метод похожий на get, но как бы с другой стороны. Что если мы хотим проверить, есть ли значение в словаре и если нет, записать его? Get нам такого не позволяет. То есть нам нужно явно записывать значение. Ну, метод этот называется страшненько, setDefault. Ну и, в общем, работает он тоже страшненько, но бывает полезен. Как работает? Есть у нас опять все тот же словарь с одним ключом foo. Можем сказать, можно по ключу foo записать вот это значение. Если ключ foo уже есть, то setDefault просто вернет значение, которое записано. Ну вот, мы получили bo. То есть вот эта штука не используется. Если передного ключа нет, как вот здесь, мы пытаемся setDefault передать boo, то мы запишем в словарь значение 42 и вернем новое значение, которое в словаре теперь есть. Вот такой метод. Он немного противоречит правилу дизайна хороших интерфейсов, которые я озвучил, что если мы изменяем что-то внутри в момент вызова метода, то мы не должны возвращать значение. Ну вот он возвращает. Преимущество, в общем, тут точно такое же, что мы как бы за один запрос кэш таблицы туда что-нибудь можем засунуть. Я пока не встречал ситуации, где это прям решало бы по производительности, но тем не менее метод setDefault есть, про него полезно знать. Понятно, что он делает? У словаря, как и у множества, есть метод update, позволяет в словарь засунуть всякое. Вот можно передать туда какой-то iterable объект с парами, можно передать другой словарь первым аргументом, можно передать ключевыми аргументами пары ключ-значение. Ну в этом случае понятно, что ключи-строки. В общем, все что угодно. Позволяет модифицировать словарь in place. Что туда позасовывать. Вместо цикла full. Да, у словаря, как и у списка, есть метод pop. Мы тоже обсуждали, что он вроде бы похож на то, что делает оператор del. То есть можно написать вот del, словарь, ключик, и ключа не станет. Но pop, как и в случае со списком, возвращает значение для ключа, который он удалил. Тоже может быть полезно, если вам необходимо использовать то, что вы удаляете. Да, can it key error? Ну если нет. То есть точно так же, как будто мы обратились по индексу. Да, теперь мы переходим к интересной части лекции. Это то, что мы не обсуждали. Значит, мы уже обсудили named sample из collections, но в collections вообще много всего. И следующее, что там есть, это default dict. Давайте, пока вы не успели прочитать, те, кто не знает, что делает default dict. Называется у вас класс default dict. Только те, кто не знает. Если вы знаете, то это нечестно. Да, да, да. Ну вот у вас есть dict. А какие все? Ну это близко. Ну вот как? А может быть, если мы у него попросим какое-то значение, если у него там нет, то он нам даст какое-то значение? Только даст? Ну вот это очень близко. Но не только даст, он еще запишет его. Да. Значит, default dict, то есть это такой словарь, который автоматически конструирует значения для ключей не из словаря. В общем, полезный пример использования default dict — это графы, потому что, когда вы граф строите, вам нужно куда-то, ну вот если у вас список смежности, ну у нас тут множество смежностей, но это в общем не важно, то вам неплохо бы для вершинки его автоматически создавать, потому что иначе вам нужно рассматривать ситуацию, когда мы еще первый раз увидели вершину, или когда мы ее уже видели, поэтому в словаре есть соответствующая коллекция для вершины. Ну вот тут описана печаль. Печаль выглядит вот так. Сделали мы граф, где два ребра из A в B и в B в C. Понятно, что мы можем обратиться по индексу и получить вершины смежные с какой-то другой, но здесь с A. Но вот как только мы начинаем добавлять туда ребра, то в общем происходит асимметрия, потому что вершина B у нас есть, поэтому мы можем добавить туда ребро из B в A, а вершины C нет, поэтому ошибочка. На помощь приходит default dict. Как он это делает? Ну вот говорим, у нас есть default dict, в котором будут множество. Пока все нормально. Можем его как-то инициализировать начальным значением. Вот эта вот штука, точнее все, что идет после первого аргумента, это то же самое, что у dict. Туда можно передать другой словарь, туда можно что-то распаковать, все хорошо. Но фишка в том, что для любого ключа, который в G отсутствует, будет автоматически вызван конструктор set. Ну и вернется нам в качестве значения из оператора скобочек. И все будет хорошо, никаких проверок не надо. Вот такая вот нехитрая коллекция. На мой взгляд, очень полезна. Вопрос про default dict. Ну да, в общем… А почему мы передаем set без скобочек? Set без скобочек, потому что это функция. Мы передаем функцию… А функцию, то есть все понятно. То есть первый аргумент default dict – это типа фабрика значений по умолчанию. Такая функция без аргументов, которая что-то возвращает. Можете там написать все там лямбда и вызов set. Но зачем, если можно просто set. То есть можно передать list, там все, что хотите. Можете свою функцию какую-нибудь. Главное, что она без аргументов возвращает значение. Кстати, да, почему функция? Ну, можно было передать там default dict и туда set. Если вызов set. Ну, в смысле, мы могли бы просто засовывать туда то, что нам передали, ну, или какую-то копию или просто то, что передали. Ну, в общем, Филипп понял вопрос. Я, видимо, плохо сформулировал. Да, ну, в общем, так сложнее выстрелить себе в ногу. У вас есть как бы конструктор, и он вам возвращает свежую копию вашего значения. В принципе, можно было передавать значение и в реализации default dict это значение как-то копировать. Ну, договориться, например, что у этого класса там есть метод копии. Ну, вот он есть много у кого. Ладно, это, возможно, было слишком. Окей. Следующий класс audit dict, который мы уже видели. Значит, опять вопрос вам. Что делает audit dict? И можете привести аналогию с какой-нибудь другого языка. Что? Ну, вот. Какой порядок гарантирует? Нет. Порядок по добавлению. Да. Порядок по добавлению. Это как linked hash set в Java. То есть в каком порядке вы вставляете, в таком порядке вы потом по ключам и итерируетесь. В общем, асимптотика всех операций soda dict такая же, как у dict, поэтому, в общем, взять его и засунуть, если вам важно, ничего не проиграете. В остальном, в общем, да и все остальные методы тоже такие же, как у dict. Ну, с точностью того, что когда вы передаете инициализатор, то, в общем, эти ключи будут в таком же порядке. Ну, или когда вы добавляете новые значения в dict, то, в общем, новые ключи будут добавлены в уже существующий порядок. Вот так вот. Соответственно, если тут есть нюанс, который проиллюстрирован в примере ниже, если у вас ключ уже есть, то и вы его модифицируете, понятно, что порядок не добавляется. То есть это не… порядок соответствует не времени последнего обращения или изменения, а именно порядок добавления в ввода dict ключей. Вот такая история. Понятно про ввода dict? Где нужно было использовать этот dict в домашнем задании, который мы разобрали? Да. Ну да, в функции register, tasks нужно было хранить просто ввода dict и не заморачиваться. Но как бы ввода dict не было, теперь можете ощутить счастье, что он у вас есть. Ну и можете даже попробовать. Да. Следующий класс, который не менее полезен, чем предыдущие два, называется counter. Ну, я не буду спрашивать, что делает counter, потому что, наверное, понятно, что делает counter. Counter считает. Может быть, непонятно, что он считает. Но вот counter считает все. Все, что hashable, counter может посчитать. То есть это такая специализация словаря на случай, когда у нас значение — это int. Ну, или можно по-другому на это посмотреть. Это мультимножество. То есть это у нас как бы… мы храним не только сами элементы, но и сколько раз они у нас встречаются в мультимножестве. Да. Интерфейс counter опять же нехитрый. Можем передать в конструктор все, что угодно. Он это что угодно перечислит и посчитает. Можем инкрементировать значения. Ну, вот просто берем, обращаемся по ключу, делаем плюс равно, сколько нам надо. Можем оттуда удалять, ну, потому что это словарь. Вот у нас метод pop, он точно так же работает. Единственный нюанс метода counter в том, что если мы обращаемся к значению, которого у нас нет, то получаем ноль. Но это как бы default dict еще. Это довольно логично, потому что, ну, по смыслу, мы хотим считать какие-то объекты, но если объекта нет, то ноль. При этом появится нолик для ключа Boo. Вот такая история. Значит, с counter, кроме того, что counter считает, он еще реализует некоторую логику поверх. Например, можно, ну, понятное дело, что можно перечислить все элементы, которые у нас есть, а можно перечислить фиксированное число самых частых элементов. Посчитали потом, допустим, не знаю, топ-10 пользователей на сайте, там, не знаю, по просмотрам. Вот вам counter, вызывайте most comments с аргументом 10, получайте. Все чудесно. Также counter можно обновлять. То есть вот здесь вот мы передавали в конструктор что-то, почему можно итерироваться. Можно такую же штуку передать в апдейт. И то, что мы передали в апдейт, мы тоже пройдем и почти добавим к уже имеющимся счетчику. Да, можно как бы произвести обратную операцию, то есть вычесть сколько-то единиц элементов с помощью subtract. Пока нормально? То есть там вроде сама сущность несложная, но на практике встречается довольно часто. Так, сейчас я подумаю. Да, вот мы передаем минус 1. Ну, поэтому у нас тут как бы нету нету бар. Они игнорируются, вызовы вяловицы. Один, почему? Мы одну штуку видели. Вот мы апдейт сделали, мы одну увидели. Про… Нет, про отрицательное. Была ремарка релевантна только для elements. Вот в elements не будет. Я думал, барк равно минус 2. Что было? Ну, минус 1. Ну, мы просто плюс равно делаем. Да, я видимо как-то комка наобъяснил. Elements нам как бы мультимножество расплющивает в последовательность с соответствующими кратностями. Поэтому, когда у нас минус сколько-то, мы не можем минус представить в качестве последовательности. Только плюс. Поэтому они игнорируются. Да, прикольная фишка каунтера, что он перегружает некоторое количество операторов. Например, можно два счетчика сложить. Работает это, в общем, так, как вы ожидаете. Как будто вы их поэлементу сложили. Для этого не нужно никаких циклов for. Просто пишите плюс и все. Можно их вычесть. Опять же, работает точно так же. Две менее тривиальные операции, но естественные для мультимножеств, это пересечение и объединение. Работают вот так вот. Мне кажется, что удобно еще думать аккаунты как о гистограмме, и тогда эти операции имеют смысл. Представьте, что вы там в одном случае пронаблюдали, не знаю, 10 элементов красные, а в другом 5. Но когда вы берете объединение, по смыслу вы можете утверждать, что 5-то вы точно видели. Поэтому тут минимум. Ну а когда вы берете пересечение, то 5 точно видели. А когда вы берете объединение, то ну сколько вы видели? Ну вот 10-то мы видели. Вот вам, пожалуйста, тогда максимум. Ну вот. Единственный нюанс заключается в том, что все ключи с отрицательными значениями выкидываются. Ну вот просто так получилось. Да. А если есть разные ключи, то просто они выкидываются там? Не совсем? Почему? Ну если у нас нет ключа, мы считаем, что там ноль. А. Выкидываются совсем из результата. Ну потом… То есть если спросить, сколько выкидываете? Да. Если пересечение объединения? Не-не, из всех этих операций. Катер. Да. Так. Да, на этом все. Вопрос про каунты. Прежде чем вы уйдете, где нужно было использовать каунты в каком-то из домашних заданий? Ну, например, какой-нибудь. Нет. Что еще раз? Нет, 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 нет. EndTimes там просто инта достаточно. Каунты считают, это мультимножество. То есть как бы мы считаем много всего. Но давайте, давайте. Хорошо. Первое домашнее задание. Да. Да. Да, функция camers. Там нужно было использовать каунты. Camers. Там, где мы по строчке длины k считали для наших последовательностей белковых. Нет? Ну вот рекомендую освежить тогда и подумать, как там это применимо. Спасибо.